Всем привет! С вами Спортмарафон. Сегодня мы поговорим о той части бегового процесса, о которой обычно не говорят. Люди, которые занимаются бегом, с удовольствием делятся своими успехами, выкладывают скриншоты своих приложений с внушительными цифрами. Но мало кто говорит о моральном аспекте бега. Сразу хочется сказать, что речь пойдет не о профессиональном беге, а о том, как начать бегать и не бросить через месяц. Объединив беговой опыт сотрудников команды Спортмарафон, мы разработали для вас пошаговую инструкцию. Итак, любое влечение начинается с вдохновения. Вдохновением в беге может быть спортивное потянутое тело, изменение образа жизни, хорошее самочувствие, высокий уровень энергии и продуктивности повседневной жизни, новые знакомства или же просто желание победить. Вы можете вдохновиться многочисленными примерами личного опыта известных бегунов или же обычных людей, чья жизнь полностью изменилась благодаря бегу. Вдохновением может быть некий образ человека, который занимается бегом. У него уже есть конкретные достижения, и вам бы хотелось так же. Это нормально. В детстве мы все подражали супергероям. А во взрослой жизни мы имеем возможность ими стать. Также вдохновением может быть представление себя на старте сложной дистанции или гонки. Это отличный пример вдохновения, когда вы хотите стать лучшей версией себя. Неизменной составляющей вдохновения является визуальный образ. Самая главная часть экипировки бегуна – это обувь. Существует некий стереотип – беговая обувь только для бега. Давайте разбираться. Все многообразие беговой обуви можно разделить на две основные категории – тренировочная на каждый день. И обувь для стартов. Если мы говорим об обуви, предназначенной для стартов – да, эта обувь узкоспециализирована и подходит только для конкретных целей и задач. Но если мы говорим о тренировочной обуви, то есть множество моделей, которые не просто подходят под современные городские образы, но и обладают полезным функционалом, даже если вы не занимаетесь бегом, а просто ходите в ней. Самым правильным действием с точки зрения заботы о себе и своем здоровье в начале своего увлечения бегом станет понять, какая обувь для вас будет комфортной. Вообще, человек часто не знает своего комфорта. И задача консультантов в спортмарафоне – помочь найти такую обувь для вас. Также вы можете пройти гейт-анализ, по итогам которого вы узнаете об особенностях своей стопы, попробуйте несколько видов кроссовок, подходящих именно вам. Вы сможете по достоинству оценить комфорт и потенциал применения беговой обуви в обычной жизни. О том, что такое гейт-анализ и как на него записаться, подробно рассказали в статье. Вдохновение – это краткосрочный импульс. Здесь очень важно перейти от вдохновения к мотивации. Сегодня вы нашли что-то, что вдохновило вас, и вы представляете себя, как вы встали на утреннюю тренировку и бежите в пустом парке в легкий туман или достигаете желанных показателей. Но завтра вы можете проснуться и просто не найти в себе силы встать с кровати и выйти на пробежку или не найти времени после работы. Здесь важным этапом начала вашего бегового опыта должна стать мотивация. Мотивация может быть краткосрочной. Например, просто выйти на свою первую тренировку, ощутить свое тело в процессе бега, понять, насколько вам нравится, комфортно, с какими сложностями вы столкнетесь. Долгосрочной мотивацией может быть, например, пробежать московский полумарафон. По возможности мотивация должна быть четкой, но в то же время не иметь конкретных цифр. Начинающему бегуну свойственна высокая амбициозность. Это и хорошо, и плохо одновременно. Амбиции помогают нам в мотивации и постановке целей, но очень часто не совпадают с реальностью. И таким образом в краткосрочной перспективе приводят нас к разочарованию в себе и в беге. Долгосрочной мотивацией в беге может стать желание смены имиджа и статуса. Желание соответствовать популярному современному образу, динамичного и успешного человека. Это отличная мотивация к постановке долгосрочных целей. Основное в данном пункте – это подкрепить желание действием. Для адекватной постановки целей, соразменных с вашими амбициями в беге, в самом начале пути необходим грамотный наставник. Это может быть профессиональный тренер или специализированное сообщество для бегунов или ваш товарищ и его личный опыт, а также статьи, форумы, видеоблоги, подкасты. Этот шаг позволит вам избежать очевидных ошибок и как следствие снижения или потери мотивации к занятиям бегом и экономии времени. Самый лучший вариант – это тренер, который создаст вам индивидуальный план занятий. Секрет продолжительного бега не в интенсивности, а в регулярности. Нагрузка должна расти со временем и незаметно. Хороший тренер знает, сколько нужно отдыхать и как повышать нагрузку так, чтобы не захотелось все бросить. Есть несколько факторов, влияющих на оценку ваших возможностей. Адекватное понимание своих физических данных и общего состояния организма. Оценка количества времени, которое вы готовы тратить на занятия бегом. Построение тренировочного плана. Системность. Здесь также стоит уделить особое внимание экипировке и в первую очередь беговой обуви. Также существуют немаловажные физические и психологические аспекты, влияющие на вашу мотивацию и продуктивность в беге. Физически важно уделять внимание таким параметрам, как ОФП, разминка и заминка, а также слушать и слышать свое тело. И не забывать про разнообразие, менять дистанции, маршруты, рельеф, километраж. Чтобы учитывать все эти факторы, будет полезным завести дневник тренировок в онлайн или офлайн формате и записывать в нем не только численные параметры тренировок, но и ваши личные ощущения. Что понравилось, что не очень, над чем нужно поработать. Безусловно, такой структурный подход к занятию бегом не для каждого. Порой нам просто хочется включить любимую музыку и просто бежать, и испытывать удовольствие. Но, как правило, удовольствие от бега мы получаем именно от совокупности физического состояния и психологического. И немаловажную роль в получении удовольствия и достижении желаемых результатов в беге играет правильно подобранная обувь. Не пренебрегайте восстановлением и отдыхом. Участвуйте в различных стартах и забегах. Найдите единомышленников и обменивайтесь опытом. Условно говоря, всех людей можно поделить на две категории. Люди, для которых на первом месте стоит процесс и люди, для которых важнее результат. И в том и другом случае на вашем беговом пути неизбежны взлеты и падения. Но если вы нашли в беге вдохновение, затем обрели мотивацию и поставили перед собой конкретные цели, то нашей последней рекомендацией будет – дайте себе время. Время почувствовать бег, время на выработку дисциплины в тренировочном процессе, время на новые маршруты и дистанции и время почувствовать все проявления климатических и погодных условий, сопрождающих вас на протяжении календарного года. Приходите к нам в спортмарафон на Сайке на 4 и наши эксперты с удовольствием помогут вам в выборе правильной обуви для ваших личных побед и достижений. Всем бег!